Всем привет, с вами Джамбл Макс и в этом видео я вам расскажу о самых горячих новостях этой недели. Поехали! Начнем, пожалуй, с того, что российское подразделение Xbox потихоньку встает с колен и начинает шевелиться. Взгляните только на стенд Игромера 2018. Все три дня Xbox разыгрывал всякие ништяки, разыгрывал коды на Xbox Game Pass, коды на Touch Kids Forza, разыгрывал консоли, а также приглашал медиаличности по типу Стаса Давыдова и Аляши. Также в сети замечается активный пиар новых видеоигр и это не может не радовать. Макс, и смысл в этом? Чему радоваться? Смысл в том, что Microsoft, видимо, начинает понимать ценность нашей аудитории, начинает продвигать Xbox, а значит покидать наш рынок ненамеренно. Просто в последнее время казалось, что Xbox может покинуть наш рынок из-за непопулярности. Но пока все хорошо. Фил Спенсер снова направился в Японию, а значит на консоли Xbox нас ожидает пополнение японских видеоигр. Таких пока неизвестно, но в любом случае это приятная новость. Microsoft почти купила студию Obsidian, а это значит, что в будущем нас может ожидать еще один эксклюзив в жанре RPG. Данная студия известна по играм Star Wars Knight of the Old Republic 2, Fallout New Vegas и Souls Park. Лысый из Brothers начал катать Fortnite. Да, вы не ослышались, теперь того самого лысого можно встретить на просторах игры Fortnite. Ибо на его канале вышел первый лестплей по этой игре. Правда геймплей он записал в FPS 10-15. Кстати о игре. Fortnite получит коробочное издание, а точнее бандл Deep Freeze, который появится на полках магазинов 16 ноября. В бандл войдет эксклюзивный скин и 1000 V-баксов. На выставке XO возможно анонсируют новую игру про Бэтмена. По слухам игра будет во вселенной Архем, будет иметь помимо сюжетной кампании мультиплеер и кооператив. Также по информации обещается самый оживленный город, новый Бэтмобиль, крутой стелс и изменения дня и ночи. Дата релиза намечена на конец 2019 года. Будет ли эта игра эксклюзивом? Вряд ли, но всякое бывает. Бэтмен только на Xbox One это было бы серьезным ответом на нового Человека-паука от Sony. Поэтому будем ждать. И напоследок самое горячее. Microsoft рассказала о таинственном Project xCloud, который по замыслу является стриминговым сервисом, который дает возможность играть в игры Xbox One где угодно и на чем угодно, даже на телефоне. По их словам, все вычисления графики происходят на серверах Azure, которые в настоящее время имеются в 140 странах мира, в том числе и в России. При помощи данных вычислений игрок получает на свое устройство лишь потоковую передачу. Также стало известно, что данные функции можно использовать при 4 и 5G, но лучше всего иметь, конечно же, проводное соединение в 100 мегабит, чтобы получать картинку в разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду. Управление игрой будет идти через геймпад от Xbox One, а также через сенсор устройства. Тестирование данной функции начнется в 2019 году. Дата выхода пока неизвестна. Вот такие новости за эту неделю. Обязательно поддержите это видео лайками, если вам заходит такой формат. Также не забывайте подписываться на канал, делиться этим видео со своими друзьями, а также писать в комментарии свое мнение по поводу этих новостей. Также хочу напомнить, что иногда мы в группе GPX проводим сходки и стримы по актуальным играм. И чтобы это все не пропустить, вступай в нашу группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok